С 5 февраля в Башкортостане планируют ввести антиковидные паспорта. Об этом объявил глава республики Рази Хабиров. Документ будет предназначаться для тех, кто переболел коронавирусом, либо для тех, кто сделал вакцину от COVID-19. Готовность к нововведению обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами исполнительный директор Союза работодателей Башкортостана Искандер Махмудов. Искандер Азатович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью. Как вы оцениваете идею введения антиковидных паспортов? Во-первых, Республика Башкортостан обладает большими компетенциями в плане цифровых технологий. Мы часто бываем пилотным или тестовым регионом для обкатки. Например, у нас в 90-х годах создавался реестр населения, социальные номера, которые превратились в ННН. В конце этого месяца у нас появится центр управления регионом. Причем он в обновленном виде, не как в других регионах. Поэтому логично предположить, что мы можем претендовать на тестовый запуск этого антиковидного паспорта. Как работодатели оценивают эту идею? Это все-таки вопросы безопасности, о которых мы уже говорим целый год. Из-за пандемии коронавируса. Что в повестке? Я думаю, что глядя на статистику, которую ежедневно публикуют оперативный штаб республиканский, мы видим, что большого снижения количества заражаемых нет от ковида. Но необходимо с этим бороться. Вакцинация – это нормально. Поэтому предприятия заинтересованы обезопасить своих сотрудников от этой инфекции. И, конечно, они уже готовят списки по своим сотрудникам, готовы передать их медицинским учреждениям. Чтобы была массовая вакцинация. Да, планируется, что у нас их 80 будет пунктов по всей республике. Где-то предприятия готовы организовать у себя, где-то они готовы группы отправлять на вакцинацию. Ну, если оценивающим взглядом смотреть на последний весь год, практически уже целый год, весь мир живет с коронавирусом, с этой инфекцией. Вот что было самым сложным здесь, на ваш взгляд? И плюс, какие меры безопасности все-таки сработали, оказались самыми эффективными? Ну, самая первая волна к ней, мы были, наверное, не ожидали масштабов. То есть, и на оперативном штабе республиканском все ждали, что где-то к июню 2020 года у нас решится этот вопрос. К тому же, у республики есть тоже компетенция, есть производство, у нас есть уфавит, есть микроген, иммунопрепарат. Предприятие, которое занимается выпуском подобных препаратов. Но вот это недооценили. И период первого локдауна, когда была приостановлена работа предприятия, было очень сложно, в том числе по промышленности. Я думаю, когда статистика будет годовая уже, по итогам 2020 года, мы увидим, что у нас тот же самый индекс промышленного производства, он будет около нуля или даже небольшое снижение. Ну, а меры безопасности, которые принимались работодателями, это и соблюдение масочного режима, переход на удаленный режим, плюс обработка рук, поверхности и так далее. Да, естественно, у нас все вот эти меры, которые Роспотребнадзор, лидирующий орган, а у нас Республиканское управление Роспотребнадзора на переднем краю борьбы находится, они достаточно подробные вот эти понятия, правила поведения для предприятий выпустили. И до сих пор на всех предприятиях действует строгий температурный контроль. На входе даже в это здание у вас тоже записывают фамилии, записывают показания температуры. Это же очень важно. Ну, вообще, хочется понять, на ваш взгляд, сработала ли вот эта дисциплина, когда повсеместно были приняты эти меры? Да, конечно, у нас без этих мер было бы не первая и вторая там волна, а был бы нон-стоп, непрекращающийся рост заболеваемости. Вместе с антиковидными паспортами обсуждают также возможные изменения в трудовых договорах для тех представителей профессии, которые коммуницируют с многими людьми, да, преподаватели вузов, там, медики и так далее. Вот как оцениваете эту идею? Ну, все зависит от самого человека. Работодатели, подчеркну, они всегда заинтересованы, чтобы их сотрудники были в безопасности и не болели. Но, опять-таки, у нас есть люди, практически в каждой семье есть человек, который страдает от аллергии. Естественно, если такой человек, ну, имеет свои опасения по поводу той или иной вакцины, он вправе отказаться. Это дело добровольное. Поэтому предприятия должны создать такие условия для своих сотрудников. Будет пользоваться сотрудник или нет, вот как раз антиковидный паспорт, он призван популяризировать эту меру. Ну, как думаете, в первую волну те, кто пойдут вот с 5 февраля получать эти антиковидные паспорта, то о каких числах можно говорить? Получателей этих антиковидных паспортов. Ну, во-первых, да, у нас же два источника будут, это кто переболел и те, кто привился. С теми, кто переболел, у нас министерство цифрового развития есть в регионе, которое занимается этим проектом. У них все готово, но они ждут конкретных указаний от лечебных учреждений, какая точка отсечения будет по времени. Да, вот они считают, там, антитела, например, выше 10 единиц должно быть. Или не менее, не более 100 дней после выписки из больницы после болезни, да, например. Соответственно, от этого будет зависеть количество. Ну, с официальной статистикой, если будут расхождения, будут, ну, вопросы, как бы, к фалидности этих данных, правдивые они или нет. Поэтому количество, ну, этих антиковидных паспортов, оно должно не превышать количество заболевших за все время в республике. Угу. Вот в Союз работодателей Башкортостана, который вы представляете, какие чаще всего вопросы поступали и поступают ли вопросы, касающиеся антиковидных паспортов? Сейчас. По поводу антиковидных паспортов у нас уже были переговоры с предприятиями. Мы обсуждали, во-первых, готовы ли предприятия давать какие-то дополнительные преференции. Тут ситуация неоднозначная, потому что многие люди переболели в скрытой форме, да, или так или иначе не получили подтверждение, что у них был именно коронавирус. И если, например, попросить какую-нибудь розничную сеть в республике делать дополнительные скидки для владельцев таких паспортов, это может привести просто к некрасивым ситуациям на кассе. Представляете, когда два человека, они, в принципе, оба переболели, но у одного есть вот этот QR-код, у другого нет. То это будет требовать, это же цифровая вещь, да, это должен быть смартфон достаточно новый, человек должен быть, ну, сведущий в цифровых технологиях. Если это какая-то бабушка, да, человек уже старшего возраста, и у нее нет этой возможности некому подсказать, конечно, она окажется в каком-то уязвимом положении. Конечно, нужно, чтобы соблюдать равенство всех граждан, в том числе в розничной торговле. И это один из вопросов, вероятно, который поступал к вам. Что еще волнует работодателей? Ну, во-первых, волнует пока что, как будет проходить вакцинация. Крупные предприятия, которые сконцентрированы, они готовы проводить вакцинацию на рабочих местах. А есть предприятия, ну, та же самая розничная сеть, у них в одном коллективе, в одной точке работает 10-15 человек, у них, ну, невыгодно вывозить целую бригаду врачей. Смотрите, здесь же такой еще момент срабатывает. Вот, допустим, сейчас вакцинируют спутник ВИИ препаратом, и его хранение, обязательная там маркировка, холодильник, фармацевтический, минус 18 градусов должен быть. То есть медики говорят о том, что есть технические сложности, хотя, в принципе, они тоже согласны для того, чтобы и безопасность соблюдалась, в том числе для вывоза. Ну, то есть это пока решение не принято. Вот мы записываем с вами интервью на улице Гуфури, а недалеко отсюда находится улица Худайбердина, где находится одно из производств антиковидной вакцины в России. Это предприятие Уфавита, и они производят именно недалеко от нас, в Уфе, для всей России вакцины. Но это производители, но делают прививки же медсестры. Ну, то есть проблем с логистикой, я думаю, не должно быть. И республика, как родина этого производства, может, наверное, претендовать, чтобы таких издержек минимальные по времени были от производства до получателя, до прививочного пункта. Заявляют ли о каких-либо обращениях со стороны работников, трудовых коллективах, вот работодатели, с которыми общаются, что беспокоит их? Ну, их интересует, во-первых, нужен пример, да. То есть у нас не хватает, особенно для людей старшего возраста, у нас сохраняется режим самоизоляции для Аликстар 65, а многие из них работают, но теперь они могут получить, с прошлого года получают больничные, да. И если благодаря вот этому антиковидному паспорту они могли бы вернуться к своей деятельности, да, им нужен пример, человек, которому они доверяют, что кто-то сделал, укололся, что это по-настоящему, и убедить. Сам антиковидный паспорт, ну, вот, с помощью скидок в какие-то государственные учреждения культуры, например, может как-то привлечь. Но все это как бы звенья одной цепи. Нужно убедить население вакцинироваться. Поэтому нужно рассказать, если есть какие-то побочные эффекты, нужно об этом говорить. Если есть какая-то статистика, люди тоже имеют право знать об этом. Угу. Искандер Азатович, вот, по вашему мнению, каким прошел этот год коронавирусный, да, для работодателей, и как вы оцениваете потери? Вот хотя бы приблизительно, что предварительные данные мы можем сейчас говорить о чем? В моменте у нас, ну, количество безработных доходило до двух сотен тысяч. То есть мы говорим о том, что были потеряны рабочие места. Мы надеемся, что в январе 2021 года количество безработных снизится до ста тысяч. Да, это, то есть мы говорим... С двух тысяч? С двухста тысяч до ста тысяч. А, в два раза? Да, да, в два раза. То есть мы говорим о том, что экономика восстанавливается, то есть создаются новые рабочие места. У нас те же, например, объемы интернет-торговли выросли в стране на 30%. То есть кто-то уже переориентировался, вы можете видеть, те же там предприятия общепита, которые никогда не работали онлайн, они начали работать. То есть создаются новые места. У нас есть заделы для этого. У нас есть, например, новая экономическая зона, ОЛГА, есть у нас ТАССР в нескольких муниципалитетах. И много проектов, которые должны реализовываться. Восстановится экономика, на ваш взгляд? Начнет восстановление в этом году? Она уже начала восстанавливать, если смотреть четвертый квартал 2020 года. Я думаю, что по итогам года мы оказались откинуты назад до 2018 года. Поэтому период восстановления это будет год-полтора, наверное. Минимум, я думаю, 5 кварталов должно пройти, прежде чем мы вернемся к уровню 2018 года. То есть вы с оптимизмом смотрите и на этот год, и в будущее? Это отличительная характеристика российской экономики. Всегда смотреть с оптимизмом, несмотря на мрачные предыдущие периоды. Спасибо большое, Искандер Азатович, за то, что нашли время и пришли к нам на интервью, рассказали о ситуации в экономике, ну и высказали свое мнение про антиковидные паспорта. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня мы пообщались об антиковидных паспортах вместе с исполнителем-директором Союза работодателей Башкортостана Искандером Махмодовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова